Встретились команды двух тренеров-приятелей. Александр Тарханов и Сергей Павлова. Дружба специалистов заразилась, когда они вместе помогали Олегу Романцеву в сборной страны. Тогда Тарханов руководил ЦСКА, а Павлов камышинским текстильщиком. Но на данном участке вечности им подчиняются, соответственно, Московская торпеда и подмосковный Сатурн из Раменского. Сегодня контрольным матчем Спартаковского манежа в Сокольниках с Раменским Сатурном завершила Кисловодско-Московский этап подготовки к сезону торпеда. С завтрашнего дня Спартак и торпеда поменяются странами. Чемпион России возвратится в свой манеж, а торпеда займет его место в израильской Кейсарии. Ну, в принципе, я доволен, как готовится команда, отношением к работе. Ну и плюс итог, это мы просмотрели ряд игроков, которых, в общем-то, привлекали. Ну, кто-то понравился, кто-то огорчил. Первоначальное впечатление о том, что в торпеда снова создаётся, по сути, новая команда, неверно. Судя по составу, который начинал обе контрольные игры с Сатурном, главными действующими лицами торпеда в новом сезоне будут те же игроки, что и в прошлом. В сегодняшнем матче против Сатурна в стартовом составе вышли только три новичка. Самарис Булатов, Зенитовец Зазулин и брат Дмитрия Оленичева Андрей. Конкуренцию игрокам основы составят другие новички. Шанталосов, Малая Презетка, которые не играли из-за лёгких повреждений. Что касается других новобранцев торпеда, они едут на сбор в Израиль, но контрактов с клубом пока не подписывали. Был в манеже Ирамис Мамедов, правда, в качестве зрителя. Он действительно тренировался с командой, но в Израиль не поедет. Очевидно, руководство торпеда не заинтересовано в услугах опального защитника Спартака. Главной игровой проблемой команды в наступающем сезоне станет, видимо, атака. В двух матчах с Сатурном торпеда, имея большое территориальное преимущество, забила всего по мячу, проиграв в сегодняшнем 1-2. Линия защиты и полузащиты укомплектованы ровно. Что касается нападения, то кроме Камольцева, в распоряжении Тарханова только молодежь и африканец и Кхеноба. Кстати, торпедовские нигерийцы наконец материализовались. Кроме них в торпеды есть еще один темнокожий футболист, 18-летний Лео Нельсон. Правда, он москвич и играл в детских школах ФШМ и ЦСКА. Первый этап подготовки торпеда к сезону свою задачу выполнил. Тренеры остановили свой выбор на группе из 23-25 футболистов, из которых и будет определен основной состав и ближайший резерв. Несмотря на то, что клуб сохранил прошлогодний костяк команды, в торпеды остается открытым вопрос о лидере. После отъезда за границу Дмитрия Хохлова в команде осталось только два человека, которые прошли вместе с главным тренером Александром Тархановым путь от ЦСКА до нового торпеда. Это вице-капитан Евгений Бушманов и Денис Машкарин. Однако помимо них в клубе есть еще ряд молодых амбициозных игроков, среди которых и новобранцы. Очевидно, что вопрос самоутверждения в роли лидера команды – одна из основных задач, которые будут стоять перед конкретными игроками на протяжении заграничных сборов московского торпеда. Я думаю, на эту роль и Булатов. Нет, об этом не думал. Здесь достаточно квалифицированных футболистов и, в принципе, много может взять на себя роль лидера. Такая ровная команда, как я сказал, на первый взгляд, без ярких звезд. Именно здесь создает, руководством хочет создаться такая мобильная именно команда. Не подразделять там звезда не звезда. Ну и призетка, естественно. Два игрока, которых могут появиться еще. Или где-то такое же дело может. Нельсен, я думаю, через полгода может заиграть. Может и раньше заиграть, потому что такой футболист очень амбициозный. И такой с огромным желанием играть. Ну и плюс есть мастерство. Даже по традиции футболисты Тбилисского «Динамо» еще до Нового года приступают к подготовке к новому сезону. И первое серьезное соревнование ждет уже в январе. Кубок Содружества, по традиции, проводимый в Москве. Мы будем бороться и будем бороться за самые высокие места. Но насколько это мы сможем и насколько у нас хватит на это возможность, естественно, погадить сам турнир. Но не каждый день удается главному тренеру «Динамоцев» Давиду Кипьяни проводить полноценные тренировки в преддверии турнира. Причина тривиальная для Грузии. Отсутствие электроэнергии. К этому добавляется и перебой с водой. Не помогает в такой ситуации проверено в деле мощный военный ближок. Видимо, эти бытовые неурядицы играют непосреднюю роль в том, что в межсезонье флагмах грузинского футбола теряют все новых футболистов, мигрирующих в ближние и дальние зарубежья. Вот и вернувшегося из Алании Ливана Кобиашвили руководители клуба решили одолжить на 6 месяцев. До начала предварительных игр в Лиге чемпионов лидеру второй Бундеслиги Фрайбургу, где уже выступает и забивает еще один бывший динамовец Александр Яшвили. Ливан около трех, двух с половиной месяцев не тренировался. У него была серьезная травма, значит, он прошел курс лечения. И для реабилитации, я думаю, для его будущего состояния очень важно, значит, все это пройти на высочайшем уровне. А в мае месяце он вернется. А вот 19-летнего Карло Каладзе, удачно дебютировавшего в прошлом году в составе национальной сборной в игре против Италии, тбилисты не намерены никому отдавать. Этот футболист, подписавший 10-летний контракт с Динамо в 16 лет, в прямом смысле слова удрал из тбилистского Динамо в Киевское к Лобановскому, которому и приглянулся. Но Давид Кипиани не желает расставаться с одним из самых одаренных молодых грузинских защитников, с которым московский зритель познакомится в составе одного из двух Динамо. Тем более, что президент тбилистов Мираб Журдания поставил перед командой задачу пробиться в Лигу чемпионов. Но для этого надо стать чемпионом Грузии. Федерация же футбола Грузии под Новый год приготовила сюрприз динамовцам, лишив их 5 очков за нездержанность их главного тренера, физически оскорбившего судью во время календарного матча в провинциальной Чиатуре, тем самым обострив ситуацию в чемпионате страны и доведя разницу между тбилистами и их преследователями из Батуми до одного очка. У меня предложение к федерации, чтобы они не утруждали себя. Лучше начинать чемпионат Динамо Тбилиси, минус 10 очков. С самого начала, пускай они у нас спишут 10 очков, а потом мы начнем чемпионат. Потому что они очень умные на выдумку. Хотя бы юридически два раза наказывать команду. Один раз СТК вынесло решение, а сейчас второй раз. Я считаю это несерьезно. Вообще я считаю несерьезно принятие такой формы из-за просчета одного человека наказывать всю команду. Задача бессменного чемпиона Грузии остается все та же. Завоевать все, что возможно в Грузии. Это станет сделать легче, если ему удастся переманить в себе лидеров батумцев, членов национальной сборной Грузии, вратаря Тагунидзе и защитника Шекеладзе, появление которых, правда, составит билистов в Москве, Кипиани категорически исключил. Давид Кипиани рассматривает турнир в Москве как подготовительный ко второму кругу чемпионата Грузии, но обещает. Тбилисская «Динамо» едет на содружество показывать, напоминать москвичам, что в Грузии еще умеют играть в футбол. А пока он занимается тем, чтобы его футболистам было где смыть ход после тренировки и не мерзнуть на базе команды, считающейся лучшей в Грузии. Паата Курашюнин, Укзар Кереселидзе, Иван Шламов из Тбилиси специально до футбольного клуба. Вчера в Испании был сыгран первый матч 1-8 финала Королевского кубка. Имела место сенсация. Команда из 2-го дивизиона, кстати, главный претендент на повышение в классе, клуб «Алавес», дома победил не много не мало мадридский «Реал» 1-0. Ну, правда, в Крыльевском кубке команды встречаются между собой дважды, дома и в гостях, и через неделю у «Реала» будет шанс взять реванш. Помимо неожиданного результата, матч «Алавес» – «Реал» запомнится тем, что в нем состоялся долгожданный дебют Кристиана Карембер, на прошлой неделе поступившего в распоряжение «Реала», а также тем, что «Арота Мадридцев» впервые, по-моему, в сезоне защищал Бодо Илгнер. В Крыльевском кубке сейчас продолжают борьбу три команды, в которых представлены российские легионеры. Все эти коллективы свои первые матчи 1-8 сыграют сегодня. Сарагос Розимова против мадридского «Атлетика», Сельта Мостовова и Карпина с «Мальоркой», Америда Дмитрия Радченко с «Вальядолидом». Все наши, кроме травмированного Радченко, должны выйти в стартовых составах своих команд. В матче английской премьер-лиги между Дерби-каунти и идущим третьим темно-оранжевым «Блэкберном» главной фигурой на поле первое время был эстонский вратарь хозяев Мартин Пом. «Блэкберн» мощно начал встречу за здравие, и сначала Галлайфер расчетливо ударил метров с десяти, а потом Хендри безрассудно стунул голову под чуть ли не катящийся мяч. В четко выстроенной игре гостей Дерби противопоставил хаотичную энергию атаки. Баян не может даже сделать точную передачу на пяток метров, а оказывается, что действительно лучшему худшее помогает. Старейш выцерпал мяч у запутавшихся в собственных ногах в анчопе и открыл счет в матче 1-0. Стрелки часов совсем немного пробежали по круглому циферблату, когда на табло стадиона зажглась жирная двойка всей защите Блэкберна. Первый проходит Старейш и Ванчопи сумели таки сообща запороть верный момент, но невесть, откуда взявшийся Баяна, поработал в ходе лица на отборе, и мяч после удара того же Старейджа заколыхался в сетки ворот гостей белым флагом 2-0. Такое положение дел сохранялось на поле до 87-й минуты, пока Блэкберну откровенно не повезло. Защитники Дерби настолько увлеклись борьбой в портеле с Хенри, что прозевали пас на Сатана, а Пом к этому времени уже подустал вручать партнеров. Однако через минуту все вернулось на круги своя. Ванчопи выждал, пока Ларсен отбарабанит его по ногам и поставил жирную точку в матче 3-1. Дерби вскарабкался на шестое место в таблице и, похоже, не намерен его никому уступать. За поражение Блэкберна отомстил другой представитель английского клана краснорубашечников Ливерпуль. Причем сделал это в матче своим болдоном, который в этом чемпионате уже подставил под ножку нескольким фаворитам. Ливерпуль привычно построил игру через Макманумана, который на своем левом фланге издевался над защитниками, как хотел. После одной из его придач Рэднапа бильярдному тихо прокатил мяч в самый угол 1-0. После этого седьмой номер хозяев переключился на индивидуальную игру на максимум, что ему удалось добиться, это уходить штангу. Лейнблдон в ответ только огрызался, словно уличная дворняга на породистого пса. Только вот хозяева оказались не из робких. Макмануман и Фаулер сыграли в концовке для отвода глаз в перекати поля. А пробить поворотом вновь дали Рэднапу. 2-0, и Ливерпуль все увереннее набирает обороты. Славные традиции красных приумножил Манчестер в домашнюю встречу с Тоттенхемом. Манкунианцы с каждым туром потихоньку уходят от преследователей, как парадоксальная черепаха от Ахилла. И Алекс Фергусен может позволить себе поэкспериментировать составом в преддверии четвертьфинала Лиги Чемпионов. А вот Тоттенхем, наоборот, катится по нисходящей. И текущее 19-е место вынудило президента клуба заявить, что даже с Манчестером его футболисты будут играть на победу. Только вот сами игроки, наверное, об этом не знали. И манкунианцы вытворяли на поле, что хотели. На 41-й минуте Бекхам зажег посочайную свечку, задуть которую у вратаря Тоттенхема Барксона не хватило дыхания. И Гиггс весь перерыв ощущал себя именинником. Звездные новички ветерана гостей Клинцману Берти игру откровенно провалили. Немец весь матч похлаждался к тени своего опекуна, а итальянец никак не мог выяснить, на каком же месте ему удобнее играется. Зато лидеры Манчестера проявили себя в полной красе. Бекхам не стал искать добра от добра и послал мяч Гиггсу практически по той же траектории. 2-0 в нижнем углу. Игра окончательно сделана. Расслабившись, хозяева решили дать возможность застоявшемуся шмейхелю размять косточки. Только вот такая тонировка стала у Фергюсона комом в горле. В итоге 2-0. Манчестер одерживает в чемпионате одну победу за другой, при этом даже не показывая привычного блеска. Английские букмекеры считают, что вопрос о чемпионе уже снят, и вся интрига осталась в том, кто же займет второе место, дающий возможность сыграть в Лиге чемпионов. Трансферные новости. Ивану Самарано, просиживающему свои чилийские штаны на лавке Интера, сделала предложение испанская Валенсия. Самарано заинтересован в смене клуба, поскольку накануне чемпионата мира хочет иметь больше игровой практики. Период заявок в чемпионате Испании заканчивается в этот четверг. Если сделка не состоится в определенные сроки, то не состоится вообще. А опытный нападающий Андреас Том, немец, успевший пограть еще за сборную ГДР, планирует вернуться на родину из шотландского Селсика. Тома пригласила берлинская герта, которая нуждается в усилении состава и игры ввиду возобновляющегося в конце января первенства в Бундескиге. Интересно, что в блаженной памяти временодействия Варшавского договора Том выступал за берлинское же Динамо. Беспрецедентная для экзотической Ямайки сцена. Столица страны, Кингстоне, всеобщее ликование по поводу выхода национальной сборной в финальную часть Кубка мира. Регги Бойс, как называют здесь футболистов главной команды страны, впервые в истории добились права играть в самом престижном турнире планеты. Это исторический момент не только для всех жителей Ямайки, но и для одного бразильца, профессора Рене Симоэса, человека, возглавлявшего команду три последних года и добившегося с ней выдающегося результата. Было крайне трудно найти квалифицированного тренера для работы в национальной команде столь нефутбольной страны, как Ямайка, говорит президент Федерации футбола Ямайки Орейс Баррел. Но Симоэс по натуре был романтиком и с энтузиазмом взялся за дело. С ним было легко работать, и мы чувствовали, что наше сотрудничество принесет плоды. Приезд Симоэса на Ямайку был с его стороны настоящей авантюрой. До этого он возглавлял юношескую сборную Бразилии, которая на тот момент была сильнейшей в мире. Прежнее место работы отличалось от последующего, как небо и земля. «Прибыв на Ямайку, я принялся анализировать свои первые впечатления», говорит Орейна Симоэс, «и пришел к выводу, что самое плохое в местных футболистах – то, что они не знают, чего хотят. У них не было ни цели, ни надежды. А как можно хорошо делать свое дело без надежды на лучшее будущее? Поэтому для начала я решил попытаться изменить их психологию». Частью перестройки, затеянной Симоэсом, была идея профессионализма. Ведь на Ямайке нет как такового профессионального футбола. И футболисты растут в буквальном смысле на улицах. Национальная сборная фактически существовала на общественных началах. Симоэс сумел привлечь к ней внимание спонсоров в лице местных коммерческих фирм. Игроки стали получать зарплату, а у команды появилась постоянная база. «В нашем футболе происходит настоящая революция», говорит известный в прошлом игрок сборной Ямайки Алан Коу. «Это прекрасно, что ребята имеют возможность постоянно тренироваться вместе, получают хорошие жалования и всем обеспечены. Ведь люди, рожденные на Ямайке, всегда очень чутко реагируют на хорошие к ним отношения. И чем больше получают, тем больше отдают. Поэтому я нисколько не удивлен нашими последними успехами». За три года, которые Рене Симоэс возглавлял сборную Ямайки, она переместилась в рейтинге FIFA с 96 на 39 позицию. Основа ее успеха – очень удачная игра на своем поле, где она за этот период не проиграла ни одного матча. О том, что Ямайка может попасть на чемпионат мира во Франции, заговорили уже в начале отборочного цикла, когда регги бойс победили фаворита своей зоны – сборную Мексики. Сейчас же главная проблема для Ямайки – подготовиться к своему дебюту в высшем футбольном свете. «Мы должны подготовить игроков к тому, о чем они не знают абсолютно ничего», – говорит Рене Симоэс. «Поездка на Кубок мира для наших футболистов – все равно, что путешествие на Луну. Лично я прекрасно представляю, что такое мировое первенство, и моя задача – передать это игрокам». Из тех, кто собирается в составе сборной Ямайки во Францию, выделяется полузащитник Теодор Уитмар. Он считается самым техничным и самым талантливым, но одновременно и самым нестабильным. 33-летний Питер Каргел – ветеран сборной. Семь лет своей карьеры он провел в Израиле. А 19-летний Рикки Гарднер – самая юная надежда команды. Центральный защитник Йен Гудисон – главное действующее лицо в обороне, а игру в атаке определяют легионеры. Дион Бёртон играет в английской премьер-лиге за Дерби Каунти. Его называют самым ценным игроком Ямайки. «Я наполовину англичанин, – говорит Бёртон, – и в юности мечтал выступать за сборную Англии. Однако сейчас в моем сердце только Ямайка, и я счастлив играть за свою страну». Фитцерой Симпсон – игрок английского портсмута. Его называют настоящим патриотом Ямайки. Сколько себя помню, всегда грезил футболкой национальной сборной. Мечта сбылась, и это в моей жизни главное. Еще один лидер – 32-летний Робби Эрл, для которого Кубок мира ставит последним и единственным в карьере. До недавнего времени для всех Ямайка ассоциировалась только с ямайским ромом и музыкой регги. Теперь с этой музыкой национальная сборная поедет во Францию. «Регги, ребята, мы тебя любим!» В последний день отборочного цикла в Ямайке для того, чтобы обеспечить себе право играть на Кубке мира, было достаточно ничьей в домашней встрече с Мексикой. Весь матч хозяева имели преимущество и могли задолго до конца снять все вопросы. Однако запитых мячей не было. А в конце второго тайма по стадиону объявили о поражении главного конкурента Ямайки Сальвадора Ирэна Симоэс стал поглядывать на часы. С финальным свистком же для Ямайки началась новая эра. Эра большого футбола, в которой праздник по случаю выхода в финал Кубка мира возможно не последний. Сегодня с двух до трех часов дня мы принимали вопросы от наших телезрителей. Несколько ответов. Какова национальность второго ватаря московского «Спартака»? Спешник второй ватаря «Спартака» — Епифанов по национальности русский. Где сейчас играет Марадона? В начале недели он объявил, что собирается вернуться в итальянский «Наполе». Не планирует ли НТВ уделить внимание тульскому «Арсеналу»? Знаете, у нас вызывал сильный интерес тульский «Арсенал» и в прошлом году, в августе, мы направили на игру Кубка России в Тулу свою съемочную группу. Но без каких-либо объяснений и в крайне грубой форме, что вообще являлось беспрецедентным, нам игру запретили снимать. И сделал это генеральный директор клуба по фамилии «Тябус». С тех пор интерес к тульскому «Арсеналу» у нас пропал. По крайней мере, до тех пор, пока там не прекратятся все эти свинцовые «Тябусы» жизни. Вот интересный вопрос от Виктора Петровича. Почему Уткин и другие комментаторы пользуются термином «корпус», когда есть такое слово «туловище». Виктор Петрович, снимаю шляпу. Мы регулярно ловаем голову над тем, чтобы вспомнить новые малоупотребительные слова, незатертые, для называния обычных явлений игры. Но вот слово «туловище» как-то выпустили из виду. Спасибо вам большое, Виктор Петрович. Будем пользоваться туловищем. Валентина из Питера спрашивает, будут ли показываться матчи чемпионата Украины. Нет, чаще, чем мы это делали до сих пор, мы это и не планируем делать. Почему руководство российского футбола, еще спрашивают нас, не выйдет постоянные номера в чемпионате страны? Ну, наверное, в этом не видит пока необходимость. И последний вопрос. Уйдет ли Цимбалари Спартака? В тот момент Илья и лечится, восстановится после операции, и пока он не наберет форму, ну, по моим представлениям, вопрос об его уходе даже не будет дебатироваться. Все время вышло, больше сегодня говорить не могу. Прощаюсь до пятницы, а завтра смотрите «Хоккейный клуб» с Димой Федоровым. При этом играйте в футбол. Субтитры создавал DimaTorzok